Итак, на какие виды животных разрешена охота, какие звери находятся в списке неприкасаемых. Об этом мы поговорим с Сакеном Дельдахметом, пресс-секретарем Комитета лесного хозяйства и животного мира. Сакен, доброе утро. Доброе утро, Сакен. Слышно нормально? Здравствуйте, слышно. Ага. Вот, скажите, сколько лицензий на охоту на территории Казахстана сейчас выдано? И имеются ли факты, когда охотники, ну, скажем так, грубо превышают предписанный лимит? Спасибо, Арстан. Ежегодно Комитетом лесного хозяйства утверждается лимит на изятие животных, именно охотничьих видов животных. В этом году лимит утвержден с 1 июля по 1 июля 2020 года. На данный момент только что охота началась с первой субботы сентября. Это сезон осенний и зимний сезон. В принципе, сейчас лимит только-только осваивается. Охота пользователями. Но превышение лимита такого очень бывает редко, так как все охота пользователей соблюдает. Лимит, выделенный государством. И, соответственно, соответствующие госорганы на месте проверяют. В этом году конкретно вот использование лимита численности, сколько было освоено, примерно будет известно уже в январе 2020 года. Ну, это понятно. Вот насколько охотиться, на кого охотиться можно, а на кого нельзя? И насколько строго сегодня следят за вот этим? Согласно перечню видов охотничьих животных, есть там перечень, можно охотиться. Вот с первого суббота сентября разрешается охотиться на водоплавающую дичь, разные виды птиц, на кабана, на косулю. Вот уже со середины октября будет уже другим видом будет разрешаться охота. И в целом сейчас идет разрешение охоты на копытных. А можно ли охотиться на медведя? На медведя, да, можно охотиться. То есть, в принципе, если иностранные охотники, скажем так, застрелят медведя, никто спрашивать с них как бы за нарушение не будет? Ну, иностранные охотники в Казахстан приезжают, но они, соответственно, охотятся с охотничьим правилом. Охота хозяйства проводит охоту, а егеря следят за порядком. Ну, тут полностью уже все предусмотрено. А вот некоторые страны, они живут за счет так называемого охотничьего туризма. Это у них процветает. Вот у нас популяция животных позволяет активнее работать в этом направлении. Позволяет или нет? Ну, да, позволяет активно работать. Сейчас комитетом лесного хозяйства и Министерством культуры и спорта разрабатывается программа проекта развития охотничьего туризма. Из них именно трофейный туризм. Были внесены ряд изменений в закон по развитию охотничьего туризма. Именно использование в охоте, например, интерохоте, лука, аренда оружия. Но, к сожалению, некоторые госорганы наше предложение не поддержали. Но, несмотря в этом направлении, мы будем работать. В Казахстане имеется 717 охотничьих хозяйств. На общей территории 114 миллионов гектаров. В принципе, ежегодно на этих охотничьих хозяйствах проводится не только внутренняя охота и интерохота. Как показывает практика, то, что нам приезжают охотники из других стран, особенно вот из Европы. Они очень любят охотиться на водоплавающую дичь. И, в принципе, и со стороны Китая растет очень большой спрос именно на охоту. Но, к сожалению, есть такой момент, что в Китае не разрешается иметь у себя оружие. Соответственно, мы выносили изменения в закон, чтобы давать оружие в аренду. Но эти наши предложения не были поддержаны. Но, в целом, на данный момент в Казахстане для развития охотничьего хозяйства вносится изменение в закон. В 2017 году было внесено в закон понятие фермерского охотничьего хозяйства, дичи разведения. Это дает дополнительно охотничьим хозяйствам заниматься дичи разведением у себя на территории. И фермерское охотничьего хозяйства, и проводить практически круглый год у себя охоту на территории, только используя такие права. Но, если взять на данный момент, вообще за последние три года в Казахстане состояние именно охоты более успокоился, так как с 2017 года был введен запрет на весеннюю охоту, так как была большая угроза на сокращение водоплавающей дичи и других животных. Даже сами охотники сейчас рады, что на водоемах практически численность водоплавающей дичи выросла. Сакьянов, с чем связывают госорганы отказ поддержать ваши предложения? В основном? Тут разные причины. В основном, если касается использования, например, оружия, разрешения, многие наши предложения не отобрает Министерство внутренних дел, либо где-то в парламенте при защите закона, например, наши предложения не проходят. Ну что ж, спасибо, спасибо. Этим утром мы беседовали с Сакеном Дельнахметом, пресс-сектором Комитета лесного хозяйства и животного мира. Вам успехов в работе и хорошего дня. Спасибо. Спасибо.